Приветствую YouTube, приветствую зрителей моего канала. Сегодня получил из Австрии вот эту посылку. У меня в моих автоматических ножах сегодня будет пополнение. В полк итальянских автоматических стилетов прибывает новобранистов, точнее даже не в полка, скажем так, в роту, а еще точнее во взвод. Судя по количеству ножей, на роту пока не тянет. Во взвод моих автоматических итальянских стилетов сегодня прибывает новобранец. И сейчас мы посмотрим, насколько он будет хорошим солдатом. Давайте вскроем упаковку. И посмотрим на этот нож. Все вклеил. Вот так вот. Берем за ненадобностью. Значит, с этой компанией, с этим интернет-магазином я уже дело имел. Неплохой и интересный магазин с огромным выбором. Давайте открывать, осмотреть. Вот еще один купончик на 10% скидку. Неплохо. Очень неплохо. Второй же купон. Вот такой вот. Вот он, купончик у нас. На 10% скидку. Так. Коробочка, однако, фирменная. Ну, это не беда. Вот такой вот ножик сегодня у нас прибыл. Зеро. Зеро. ЭДЖИ. Карбонфайбер. Даггер. Сатин. Понятно. Давайте вскрывать и смотреть. Здесь придется тоже вскрыть. Правильно, я ножик убрал. Вот так вот. Что здесь? Какая-то деталь. Пока не врубаюсь. Вероятно, что-то из запирающего устройства, из замочка, да? Ну, посмотрим, братан. Здесь вот описание ножа, буклет. Да, вот с картона, коробочка. Значит, на клинке сталь. Австрийская кобальтовая нержавейка N690. Больстеры. Solid Steel. 430-я сталь. С обработкой Stone Wash. Механизм Inverted Lover Lock. Для быстрого действия. Двойная пружина. Для надежности и быстрого открывания. Клипса стальная. Общая длина 23 сантиметра. Длина клинка 10 сантиметров. Толщина клинка 3,5 миллиметра. Вот, видите? А я приготовил весы. И приготовил линеечку. Без надобности. Все написали. Вот он, наш красавчик. Очень волнительный момент. Дело в том, что нож, который я получил Эйджей Комполин, как бы не блистал качеством, приемлемо, более чем приемлемо. Но, тем не менее, не без косичков. А вот здесь я вижу, что ребята в корне поменяли свои позиции по производству ножей. Вот. Значит так. Made in Italy. 11 месяц 2017 года. Смотрим. Вот так вот. Толстые накладки. Карбон файбер. Очень приятная. Центровка клинка. Посмотрим. Для этих ножей это, в принципе, существенно. Идеально. Идеально. Обратили внимание, что никакой клепки на ноже от Эйджей Комполин. Вот они. Эйджей Комполин. Клепочки-то нет. Торксы. Очень качественные. Торксики. Толстые лайнеры стальные. Давайте открывать его. Холодные. Ух! Вот это выброс. Сдвоенная пружина. Сдвоенная пружина. Хромированная сталь. Честно говоря, смотрел на картинку. И показалось мне действительно, что будет очень круто. Вот здесь вот сталька. Вот она. Вот она, сталька. Там 690 кобальт. Он еще и заточен ко всему неплохо. И очень аккуратно. Какой клинок. Еще один момент. Да. Вот этого я боялся больше всего. Что будет люфт. А его нет. Супер. Да. Однако радостный момент. Так вот, на картинке казалось все безупречно. В реале казалось именно так. Очень приятная неожиданность. Так вот, почему этот нож называется Заро. Ну, сама фирма считает, что здесь просто бескомпромиссность, как бы бескомпромиссный подход к дизайну и качеству. И, пожалуй, я с ними соглашусь. Давайте мы его закроем. Такие тугие пружины. Выброс сумасшедший совершенно. Вот я специально кобру приготовил. Здесь тоже очень хороший выброс. Но здесь это что-то. Оп. Я глазом не вижу, как он попадает из положения закрытого в открытое. Кстати, длину клинка заодно сравним. Ну, да. Давайте-ка все-таки замерю его. Клиночек. Это же интересно. Не дотягивает он немножко до 10 сантиметров. Немножечко они... Ну, смотря откуда считать. Ну, если считать, как бы, вот от обреза Больстера 95-96... 95 миллиметров. 10 это они немножечко. Ну, их практически такой же клинок точно по длине, как и в кобре. Космогротек. Здесь Бэтбас клиночек, а здесь сатинирование. Причем очень качественно. Шикарный сатин. Дол очень красивый. Очень аккуратно сделано. Ну, прям притрагиваться к кончику страшно. Он острый. Невероятие. Можно руку себе пропороть. Да. Вот это да. Ну, и тут же еще один мой любимый нож. Комбат Трюден. Ну, вот здесь практически такая же длина клинка идет. Здесь небольшой скос. Как мерить отсюда или отсюда? Ну, неважно. Да. Ну, вот этот нож мне нравится не меньше, чем Майкро Тэг Кобра. Не меньше. Вы вообще обратили внимание, что в последнее время как бы вот эти клинки Даггер, Спирпойн, как бы в тренде большом. Думаю, что они из него раньше и не выходили. Из этого тренда. Против генетики не попрешь. Я думаю, что наши далекие пращуры даром, что в шкурах бегали, быстро сообразили, что каменюкой обточенной, как копье, вот такой вот формы, копьевидной, сподручнее всего проломить череп своему ближнему или мамонту. Не говоря уже о мамонтихе или всяких мамонтенках. Вот. Но потом пошло-поехало. Начали из металлов разного свойства и рода делать клинки. Так что клинки типа даггер востребованы. Безусловно, интересны, харизматичны. Очень хороший нож. Давайте все-таки взвесим его. Аж коль весы приготовил. Он должно быть в районе 160-170 грамм. Давайте посмотрим. однако не ошибся. 162 и 2 десятых. 162 и 2 десятых граммов. Прекрасный вес. Вот. Ну что. Культура, конечно, обработки металла великолепная. И не только металла. По карбонфайберу. Тороксики очень аккуратные. клипса прекрасная. Ох, хороша клипса. Не мягкая, не жесткая. Класс. И еще одна вещь. Вот эти больстеры стальные вот в данном конкретном ноже выполняют роль, так сказать, гарда своей защитной. Чего нельзя сказать о стилетах традиционных классических этих итальянских стилетах. Там больстеры достаточно острые. ребра у них. И поэтому как бы пальчиком туда особо не упрешься. А здесь он действительно выполняет свою защитную функцию. Вполне клипса непереставляемая, разумеется. Вот. Так что же это за деталь интересная была в комплекте. Что-то может быть из замка, из механизма замка пока не вижу. Да, очень хороший нож. Просто неожиданно хороший. Класс. Просто класс. Ну, что интересно, вот такой вот нож я сегодня приобрел. листового типа сдвоенная пружина. Мощнейшая совершенно. Ух, как закрывается. Тугая пружина, такой выброс мощный идет. Обратите внимание. Вот так вот. Хороша. Ну-ка, хороша игрушка. Да. Великолепный нож. Торксы, все разбираются. Очень мне понравился. второе у меня приобретение от этого магазина. И, в общем-то, надо признать, что удачное. Давайте-ка сейчас я немножечко наеду, покажу вам нож. Я очень боюсь, что у меня закончится энергия в аккумуляторе. Не зарядило вовремя. Но должно хватить на это видео. Вот так вот еще раз на него посмотрим близко. Фокус. Вот такие торксы. Вот такие долы. Все очень-очень аккуратно выполнено. Вот такой вот рисуночек на карбонфайбере. Толстый такой накладки толстенький. Хорошо очень обработанное навершие и бульстер стальные. с покрытием бэтбласт уже прочитал. Вот. И что самое приятное полное отсутствие каких-либо люфтов, даже намеков на них. Мертвая фиксация совершенно. Серьезный инструмент. Так вот как стать то, что бескомпромиссное дизайн и качество, то, что они так назвали в ЗРО, это одно. А я думаю, что этим инструментом очень лихо, если кому это надо помножить на ноль. Вот там еще одна причина, почему он так оригинально называется ЗРО. Ну, не будем о грустном. Если есть вопросы, задавайте. А вот уже и показано, что у меня через три минуты заканчивается энергия, но однако я уложился. Так вот, на возможные ваши вопросы отвечу как себя с удовольствием. И всем всего самого-самого добра. Ну, а с этой деталькой маленькой, металлической, все оказалось очень просто. Это вставочка на место посадочной клипсы. Если клипсы как бы без нужды, клипсы снимаются и вставляется вот эта вот вставочка. остальная. Вот и все дела. Там разбираться нечего было. Вот так.